Здравствуйте! Сегодня рассмотрим Total Quartz Eneo MC3 5W-30. Сразу попрошу владельцев автомобилей Kia Hyundai остаться и досмотреть этот ролик до конца. Это масло для вас подходит. Дилеры его льют в дизельные двигатели CRDI, а в некоторых случаях в бензиновые двигатели GDI и Turbo GDI. Среди нашего брата принято критиковать действия официальных дилеров в России. Мол, они безголовые, льют что попало. Но в данном случае они все правильно делают. Если изучить подробно анализ этого масла, понимаешь почему. Помимо применимости в Kia Hyundai, это масло имеет последний допуск Mercedes-Benz 29.52 и лицензию Dexos 2. Все это реально есть в официальных листах, не поленился, проверил. А еще масло интересно тем, что производится оно у нас в России, в Калужской области, на заводе Total Vostok. Вот давайте и проверим, точно ли они смешивают масла. Образец закупал и отправлял в лабу один из форумчан, PL-84. За что ему от нас большое спасибо. Перечислять спецификации нет смысла, так как я уже перечислил основные. Поэтому просто укажу внизу строкой. Открываем эко-спектр Fourier и видим пик на волне 722, высотой единица. Это говорит нам о том, что масло на основе гидрокрекинга приравнивается к синтетическому. Вот полученный анализ из лаборатории. Попробую описать его простым языком. Сразу говорю, этот Total среднезольник, он должен защищать многоуровневые катализаторы, сажевые фильтры и прямой впрыск. Поэтому не ждите от него высокого щелочного числа. Оно средненькое. Как тогда оно выдерживает длинные интервалы смены? Во-первых, это масло исключительно для качественного топлива с низким содержанием серы. То есть нужно следить за тем, что вы заливаете. И заправляться на брендовых заправках. Во-вторых, масла этого стандарта медленно окисляются. И проходят ряд серьезных тестов на Oxidation Stability. Это масло имеет допуск Mercedes-Benz A29.52. У него более строгие требования к окислению, чем у прошлой версии Mercedes-Benz A29.51. Но не стоит ждать от него чуда. В наших тяжелых условиях его лучше менять почаще. Например, поделить ваш обычный рекомендуемый интервал смены на двое. Рекомендуется вам менять масло через 15 тысяч километров. Значит, делите на два и лейте через 7 с половиной тысяч. Вязкость при 100 Цельсиях равна 12,3. Это масло проходит стандарт САЕ. Его можно назвать тридцаткой. Вязкость густая, крепкая. Отлично подойдет для дизелей Kia, Hyundai, Mercedes, BMW и так далее. Также эта вязкость, как нельзя кстати, подходит для бензиновых турбодвигателей, испытывающих высокотемпературные нагрузки. Особенно с прямым впрыском Turbo GDI. Температура вспышки в открытом Тигле 245 Цельсиев. Ничего себе. А ведь это гидрокрекинг. Сразу видно, что тут преобладают густые базовые масла. Total термостабилен при высоких температурах и должен мало угорать в двигателе. Температура застывания минус 39. Звезд с неба, конечно, не хватает. Но если учесть, что это густое масло, для него это нормально. По крайней мере, до минус 30 на нем можно запускаться спокойно. Что еще удивило в этом масле? Оно очень чистое. Смотрите, какое содержание серы. 0,187. Это не только хорошо очищенные базовые масла, но и современный пакет присадок, где постарались максимально снизить пагубное влияние серы на окисление масла. Это масло чисто и на залу сульфатное. Всего 0,73%. Оно безопасно для прямо впрысковых моторов, сажевых фильтров и современных катализаторов. Пакет присадок у Total не как у всех. Он на кальций плюс магний. Это масло защищает от преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах. Эффекта LSPI. Как раз идеально для турбодвигателей с прямым впрыском. Здесь содержится много бора. Это беззольный дисперсант, удерживающий частички загрязнения во взвесе. Фосфор и цинк. Это противоизносная присадка. Вывод такой. Высокотехнологичное масло, термостабильное при высоких температурах, мало угорает, крепкая по вязкости, защищает от износа при высокотемпературных нагрузках. На заметку тем, кто параноидально боится задиров в цилиндрах. Низкотемпературные характеристики средненькие. Очень чистое масло на нежелательные ингредиенты. Серу и залу. Если кто-то боится российского производства, могу успокоить. Завод Total в России смешал масло нормально. Это видно по анализу. Ввиду перечисленных достоинств, этот Total идеально подходит для дизельных двигателей Common Rail Direct Injection с сажевыми фильтрами и без. А также для бензиновых двигателей с прямым впрыском. Цена этого масла 1800 рублей за 4 литра. Я считаю нормальная. Производитель Kia Hyundai в мануалах на бензиновые двигатели Turbo GDI рекомендует масла стандарта оси A5-5W-30. У них зола в лучшем случае 1,15%. Вдобавок их пакет и присадок полностью на кальции. Total же, чище в плане золы, чуть погуще, что для Turbo только лучше в плане запаса при высокотемпературных нагрузках. Да еще и анти-LSПА и пакет на кальций плюс магний, предотвращающий детонацию. Для Turbo GDI это то, что доктор прописал. То есть это масло даже лучше, чем рекомендуемое производителем ASEA A5. Ну на мой взгляд. Друзья, работаю сейчас над очередной подделкой. На этот раз французский мотюль. На следующей неделе получу результаты из лаборатории и выложу видео. Думаю, будет интересно. На этом все. Пока. Продолжение следует...